Сколько сейчас российских дронов в небе над участком Бахмутского фронта, можно разглядеть в его карте на телефоне. Я сейчас насчитываю здесь сколько. 11 штук. А что такое Мерлин, вы говорите? Над нами это зало. Но первым в зону поражения нашей зенитки прилетает Орлан. Зависает напротив солнца, но опытные бойцы его сразу же услышали. Идет на нас. А ну-ка посмотрите, Михайлович, бинокль. Что это? Орлан. О том, что в небе Орлан, уже известили соседние позиции и армейцы. Чтобы себя не сдать, идут в укрытие. Экипаж Максима остается. Его охота только начинается. Сушка разворачивается в сторону солнца. С первых выстрелов достать разведывательный глаз россиян не удается. При такой солнечной погоде Орлан завис на несколько тысяч метров над землей. Но даже отогнать его – это уже большое дело, говорят зенитчики. Теперь небо чистое. И в бой из соседней лесополосы уверенно вступает наша дальнобойная артиллерия. Это какой-то гладик, да? Пока зенитчики обеспечивают чистое небо над нашей артиллерией, она прикрывает в окопах нашу пехоту. А та, в свою очередь, отражает штурмы вражеских солдат на суше. Каждое подразделение на линии фронта работает как единый механизм. Чтобы не было в нем сбоя, зенитчики сразу же перезаряжают свою установку. Она всегда должна быть готова прикрыть своих.